Как раз хотела начать свое выступление с того, что почему уходят отпечатки, потому что достаточно дорого, бумага дорожает, услуги типографии тоже дорогие, плюс ко всему нужно обеспечивать штат, который создает весь контент. И решили, что нужно найти, я утрирую, онлайн в СМИ подешевле. Не черта, но не подешевле, потому что одно дело создать сайт, насколько у тебя есть возможности, а другое дело делать основные средства и ресурсы идут на создание контента. Сейчас баннеров, как вы говорите правильно, их недостаточно. Их уже, как на телевидении, прощелкивают рекламу, точно так же и не обращают внимания на эти баннеры. Придумали всплывающие баннеры в удаленных текстах, но это там нужен контент-менеджер, который это все на сайте зальет. Для таких проектов, которые делал городской репортер, нужны ресурсы. Это человека время, то есть нужно переговорить со всеми участниками, 300 раз с ними встретиться. В это время могли бы эти сотрудники написать по 5 новостей на сайт. Ну вот, если говорить, чтобы не делать это в ситуации цейт-нода. Для производства такого классного, хорошего контента нужны и деньги, и человека-ресурс, и профессионалы. Мы сейчас на данный момент работаем над интерактивной инфографикой. Мы там попробовали три недели. Наш дизайн, который должен был заниматься совсем другой вещью, он сидел, рисовал, отрисовывал интерактивную карту Ростовской области, чтобы можно было вставить циферки туда, зарплаты учителей по муниципалитетам, подводишь курсор и всплывает там информация. Три недели он на это потратил, то есть человек, ну зарплата дизайнера в среднем по рынку, 30 тысяч рублей, возьмем оттуда три недели, 20 с копейками. Вот стоимость вот этого интерактивной карты. А это только начало, это ерунда. РИА Новости Федеральные делают просто сумасшедшие интерактивные проекты. Она будет продаваться. Ее, не знаю, Алексей, если вот, например, сделать поюг, классную интерактивную карту по вашим процентам по ипотеке, да, что-нибудь такое, прийти к вам и сказать, давайте попробуем сделать вот такую рекламу, задумались, у нас в Ростовской области такого не делает никто, только дом24.ру. Маша, я, возможно, задумался, но у вас пациент по ипотеке везде одинаковый. Хорошо, любую другую цифру, хорошо, там ваши какие-то клиенты там и так далее, такого не делает никто, наглядно, классно, только на мобилке не отражаешься. На карту и сразу становишься клиентом банка, да? Ну, в общем, то есть есть другие беды, нативная реклама, да, классно стали делать там команда Лонгриды, да, там это такая тоже начальная попытка. Есть еще варианты карточки. У нас карточка делается неделю, вот как на Медузе, кто видел эти карточки? На Воксик первые появились. Эта карточка там из 10 вопросов, чтобы ее собрать, проверить цифры, номера телефонов, куда ты там чек отправляешь, решать свой вопрос, реально нужна неделя. Это опять же, там, 25% зарплаты от человека месяца, простите, что это ресурсно, считаю, людей. То есть производство всех классных штук, которые будут продаваться, а не баннеры, дизеры и так далее, оно очень дорого. Ну, я хочу сказать проще, чуть-чуть, мне и легче, одновременно и сложнее. Для местных онлайн рекламных агентств, на мой взгляд, существует только, как отметил Глеб, отметил Олег, это ты готовишь, и Алексей тоже, ты готовишь спецпроект, куда будут входить различные пресс-конференции, прямая реклама, интересные, так сказать, какие-то находки вирусного плана. А вот, к примеру, все помнят НЛО, в каком у нас районе высадилась на кукурузном поле. Все практически показали местные СМИ уровень своей компетенции, все просто переписали размещенную информацию на YouTube, практически никто не взялся комментировать, а потом последовало прекрасное разоблачение, и выяснилось, что это смарт-часы, так рекламировались, чтобы было видно. Ну, там НЛО, помните, в Досаржево-Скоком-то районе. Да, кто у нас сейчас из местных на интернет-рынке, давайте я честно скажу, публикует рекламу. Прежде всего, это наши сотовые операторы, которые продают услуги, это компании, которые там играют на биржах, они тоже продают услуги, ну и, конечно, сотовые телефоны, вся урттехника, которая сидит там. То есть федералы. Да, для них нужно, как для местных СМИ, как местные СМИ, мы предлагаем свои собственные проекты. Целиком, человек, правильно, говорит Владимир, он покупает кейс, мы ему продаем сразу, вот, пожалуйста, две пресс-конференции с освещением приглашением, вот вам чудесная ролевая игра, которая привлечет внимание такой-то там аудитории, вот вам, пожалуйста, научный комментарий, и пост-релиз размещения там-то, там-то и там-то. Тогда банк ВТБ или компания Самсунг заинтересуется вот этим методом продвижения. Но не стоит сбрасывать наш местный региональный рынок. Дело в том, что нужно чуть-чуть шире выйти, и, как еще раз сказал Владимир, иметь классную команду продажников. Вот сейчас очень сильно Астраханская область и Карачаево-Черкесия просто заинтересованы, и они запускают спецпроекты, они будут активно участвовать, именно онлайн-СМИ, которые формируют общественное обвинение курортов отдыха. Их не интересует прямая реклама, там, скидки, для этого есть там туристические агентства, порталы. Их интересует, они запускают различные конкурсы для журналистов именно федерального размаха, из других регионов, в том числе в Германии, Италии, Испании. Вот куда нужно идти с нашим региональным ростовским, донским компаниями, чтобы продавать. Ну и, конечно, все, я считаю, что компании, они должны просто объединяться, потому что все вместе они смогут добиться большего результата. Как говорится, лучше есть перо в семействе, чем сосать палец в одиночку. Прекрасная такая вот.